Уфимская пресса Стыдливо избегает упоминать того, что трамваи эти произведены в Чешской Республике, изрядно потрепаны и требуют запчастей, которые производятся в одной из стран НАТО. Вот такая перспектива у нас трамвайного хозяйства. Многострадальный Шакшинский мост. Как бы отремонтировали? Но почему-то теперь он пропускает только половину своих возможностей и то со скоростью автотранспорта в 20 км в час. А еще, кроме всего прочего, по нему нельзя перемещаться на транспорте весом свыше 3,5 тонн. То есть загруженная газель и та тяжелее весит. Зининский переезд. Ну, на котором, помните, торжественно распилили полтора миллиарда рублей, где там покосилась опора и чуть не рухнула, там были всякие перипетии прокуратуры, чего-то такое даже возбуждалось. На данный момент уже идет ремонт дорожного полотна. И, как выяснилось, не оборудованы некоторые съезды, которые там были запланированы. Зининский переезд – это головная боль для тех, кто движется в этом направлении. А вот хваленый восточный выезд. Этот самый восточный выезд оказался лотереей. И если не повезет, то за свои же деньги вы проторчите в огромной километровой пробке, а еще, если вам не повезет, то вот эта система оплаты с вас может взять вдвое больше, чем положено. Уже есть там у примера и публиковались чеки, когда вместо 100 рублей берут почему-то 200, езжай, как говорится, дальше. Это если тебе повезло не постоять еще в пробке часик-полтора. Ну и, конечно же, стоимость, которую мы платим Хабирову за вот этот самый Техас. Неуклонно, еженедельно растет стоимость топлива в республике. Постоянно повышается стоимость проезда на транспорте. Вот таковы итоги. Остается теперь только понять, увяжут ли избиратели все эти напасти с персоной архитектора вот этой реформы, с персоной ради Хабирова, что все это сделано исключительно с его подачи, его людьми, его вот этими верными, но абсолютными неумехами. Поймет ли это избиратель, подойдя к избирательной урне, уже очень скоро, через 41 день, 6 сентября, начнутся выборы, перевыборы дорогого ради Фаритовича на второй срок. Продолжение следует...